2 июня, опять тебе, да, там, Канаэ, Канаэ, Анастасия, письмо называется «Мелкий ребенок». Здравствуйте, Юля, здравствуйте, Анастасия, очень люблю ваш канал, смотрю каждое видео. Сыну 3-3, есть особенности со здоровьем, из-за, по здоровьям, особенности по здоровьям, из-за которых он всегда будет худым и невысоким. Сейчас, в 3 года, весит 10,5, были у меня такие дети, да, мимо толпа пролетит, он отлетает, ну, ничего, и ростом с двухлетку, как помочь ему не стать жертвой, научить справляться с агрессией, с стороны детей, быть уверенным в себе, боевые виды спорта ему запрещены, ребенок умненький, ну, смириться, мне кажется, так и будет, че, а как? Ребенок умненький, хорошо разговаривает, сейчас умеет оставить свои границы словами, но не все дети слова понимают, иногда приходится влезать и защищать, ну, в силу, да, пусть, че. Сыну эти вмешательства уже не очень нравятся, самостоятельный. А, взрослым приходится влезать. Когда дети вокруг него носятся, стоит в недоумении, с круглых глазами, не знает, как реагировать, у него нет столько энергии просто бегать и орать, да и интересы другие. Надо бы в сад пойти, переживая за него, с 2,5 ходим в мини-сад раз в неделю на 3 часа, очень ему нравится, раз в неделю ходим в бассейн, гоняет на беговеле, летом часто на даче, стараемся активно гулять, но все равно физически пока слабенький, чем еще можно помочь ребенку. Я думаю, только поговорить с воспитателем, больше ничего. Ну, а что делать? Каждый проходит свою школу жизни, у каждого какие-то свои гонения, нет ни одного человека на земле, который бы не прошел те или иные круги ада. Так вот их назовем, да, у кого-то сверстники тюкают, у кого-то родители, у кого-то там больничные какие-то дела, у кого-то что, ну, у всякого, кто-то в очках, у кого-то фамилии неприглядные, у кого-то родимое пятно не там, где надо. Но каждый проходит эту школу, и, кстати, когда человек проходит какую-то закалку, он только становится сильнее, он становится сильнее, он учится, не обращает внимания, выживать. Вот, наоборот, когда проходит школу вот этого вот не выживания, а когда ты находишься в каких-то условиях тепличных, вот тогда ребенок все-таки когда-нибудь остается без крыши, скажем так, и тогда ему намного тяжелее, у него срывается. А когда человек проходит, все-таки школа какое-то закаление только сильнее и лучше становится. Ну, блин, вот так вот. Есть очкареки, скажем так, есть козловы, да, которых травят, есть что, кто, чего, какие еще, с родинками, что, есть заикающиеся. Если это изменить никак нельзя, а здесь можно, вы говорите, что спортово нельзя, этому нельзя, вот так и будет. Значит, будет гуманитарно развиваться. Значит, себе скажите, что гимнасту у нас не будет, а будет умный человек. Как правило, когда силу забирают, развивается мозг. Дают силу, мозг не развивается. Это будет какой-то вот сила развиваться, да. Очень редко, мне кажется, как бывает, и сила развивается, и мозг развивается. Два в одном. Я вот редко встречала таких людей. Значит, больше гуманитарного, интеллектуального, значит, будет умным. Единственное, что вот в вашей ситуации, единственное, что я посоветую, и я бы сделала, я бы поговорила с воспитателем. Вот реально, по-человечески, присела конфетки, вот так и так. Так, пожалуйста, я вас очень прошу, посмотрите за нами не на 5%, как за всеми, а вот на 25%. Я вас умоляю, прям просто. Ну и задавлено какими-то конфетками. Или будьте в родительском комитете. Вот, родительский комитет, детей родительского комитета, что в школе, в школьном саду, они под крышей, скажем так. Вот, если прям совсем ко мне не. А так, может быть, же и хорошая группа соберется, и хорошего воспитателя будет. Может быть, еще такие же мелкотравчатые найдутся в этой группе, и все нормально будет. Ну, в общем, удачи вам, Анастасия. 2 июля. Мелкий ребенок 3 и 3. Ответили.